До завершения строительства главного токийского стадиона, где зажжется огонь летней Олимпиады 2020 года, еще далеко, но общее представление об этом сооружении составить уже можно. Легкие формы, обилие зеленых террас. Для японцев это не просто спортивный объект. Победу в конкурсе выиграл самый известный на сегодня японский архитектор Генго Кума. О деталях проекта мы поговорили с ним в его мастерской, как раз недалеко от места стройки. При строительстве Олимпийского стадиона использовано много алюминия. Это не случайно. Этот материал придает архитектуре парящую легкость. Кроме того, он дает очень выразительные линии и границы. И при этом великолепно сочетается с деревом. Вместе они создают ощущение легкости и мягкости. Это то, что будут чувствовать люди, находящиеся внутри. Дорога от стадиона до остальных объектов занимает около получаса езды по городу. На период летних игр японцы пустят рейсовые автобусы. Первая остановка – комплекс под названием «Акватикс». Четырехэтажное, не считая подземного уровня, сооружение, рассчитанное на 15 тысяч зрителей. За моей спиной дворец водных видов спорта. Он строится недалеко от Олимпийской деревни, на насыпной части города. Объект площадью 65 тысяч квадратных метров. Строительство планируется завершить к февралю 2020-го. Ну а после Олимпиады это станет главным плавательным бассейном Токио. Окруженное водой внушительное здание с изогнутой линией крыши – это комплекс «Ариаке-арена». Здесь будут проводиться соревнования по волейболу и баскетболу на колясках. Готово уже 87%. Осталось довести до ума фасад и оборудовать трибуны внутри. Во внешнем облике гимнастического центра японские дизайнеры хотели отобразить элементы японской культуры. Кулинарный в данном случае. По форме это здание похоже на глубокую пиалу, закрытую крышкой, в которой в Японии подают суп-месо. После завершения строительства это станет одним из самых больших деревянных сооружений в мире. Высота потолка в этой гигантской чаше – 88 метров. Древесные своды укреплены стальными тросами. Такая конструкция в сочетании с легкими стройматериалами придает ей максимальную устойчивость на случай землетрясений и тайфунов. 21 здание от 14 до 18 этажей. Олимпийская деревня, рассчитанная на 18 тысяч жителей, выросла здесь менее чем за два года. Скорость, с которой удалось построить столь масштабный жилой район, пожалуй, рекордная для Японии. Мы специально выбрали это место, потому что оно выходит на морской берег с прекрасным видом на город. Здесь будет много прогулочных зон и других уютных мест, где спортсмены смогут прекрасно отдохнуть и спокойно настроиться в полной безопасности. Ну а после завершения Олимпиады это станет еще одним жилым микрорайоном в Токио. Полмиллиарда долларов инвестиций окупятся уже к 2022 году, когда здесь откроют школу, больницу. Три четверти квартир распродадут, остальные пойдут на съем. Сергей Мингажев, Алексей Печков, Восточно-Азиатское бюро вестей, Токио, Япония. Субтитры создавал DimaTorzok